Сегодня я вам покажу способ, как разводить пилу по методу камертона. Камертон, как вы знаете, это такое приспособление, которым настраивают музыкальные инструменты, в частности рояль и пианина. Вы скажете, причем здесь камертон, потому что камертон это слух, то есть мастер настраивает рояль на слух. Пилу мы будем тоже разводить, делать развод зубьев по этому методу. Вы скажете, зачем так заморачиваться. Дело в том, что бывают пилы разного качества. Бывают мягкие, я вот разводил мягкую, вот ссылка. А бывает мягкий металл, то есть не закален. А бывает металл, пил вот такой, как этот. Таким способом развести пилу нельзя, потому что вот такой разводкой развести очень-очень трудно. Металл крепкий. Но для этого существует другой способ. Метод камертона, как я говорил. Для этого нам нужна пила. Площина вот такая, в частности, я для этого использую станину станка. Сама пила и молоток. Молоток рекомендую брать незакаленный. Мягкий молоток, видите, он развальцованный, это какой-то старый. Но он для того служит, чтобы зубья не поломать в процессе развода. Развода. Как разводить пилу, сейчас покажу. Итак, делаем, смотрим нашу пилу. Смотрим зубья. Значит, вот это вниз будет. Вот этот зуб нужно немного загнуть вниз. Это будет наша точка счета. Мы его маркером вот так рисуем. Это будет на начало, чтобы потом не забыть. А теперь самое интересное. Рука ложится на пилу. Зуб подводится так, чтобы он был на провесе. То есть не так, не так, а именно вот так. Не сюда, не знаю. Берется молоток и ударяется по зубу. Раз. Через зуб. Два. Через зуб. Три. Тот смысл в том, чтобы звук, который издается в момент удара, был одинаковый. Что тут, что тут. Потому он и называется. Метод камертона. Вот. Ну вот наш изначальный зуб. Один круг мы прошли. Теперь то же самое делаем с другой стороны. Ну а потом ровнять. Может какой-то более-менее отошел. Этот способ очень старинный. Я им пользуюсь. Я в интернете много чего видел, но такого способа не видел. И не спорю. Он очень тяжелый. И сразу на него не научиться им пользоваться. Но дело в том, что... А если кому-то попадется вот такая качественная пила, то ее нельзя развести. По простым методам. Разводкой. То есть ее можно развести. Попробовать. Но я вам гарантию даю. Зубья будут ломаться. Если разводить. И вот такой разводкой. А этот верняк. Способ верняк. Но такой способ самый верный. Он, если кто-то его освоит, то будет... То поверьте, будет меня благодарить и не раз. Не спорю. Этот способ тяжелый. И не каждый его освоит с первого раза. Но... Вы не спешите упадать от отчаяния. А задайте себе такой вопрос. Если он, то есть я смог, значит и я смогу. То есть вы сможете. И поверьте. Здесь, в принципе, нет ничего сложного. То есть... Оббили через зуб. Перевернули. Оббили через зуб. С этой стороны. Посмотрели развод. Подровняли. И потом обязательно... Я подчеркиваю всегда, что... После развода пилы обязательно ее нужно наточить. По новой. Поточить. Даже если она была острая. Потому что во время развода меняется конфигурация зубьев. И они начинают плохо пилить. А так... На наждаку их подровняют все нормально. Да. И еще некоторых людей, которые любят кирпичами какать. Прошу не пишите всяких своих комментов. Я их буду удалять. Во-первых, что это все фигня, лажа, ерунда. Этой лажей пользовался мой дед, пользуется мой отец. Пользуюсь я. Так что просто из уважения к им я буду удалять подобные комменты. Потому что этот способ проверен веками. И, заверяю вас, каждый может сделать так же самым. На первым разом не получится. За вторым разом получится. За вторым не получится. За третьим разом получится. Даже у кого-то за десятым разом получится. Было бы желание. Вот такой вот способ. Метод камертона. Развод пилой. По методу камертона. Ну, вот и все. В принципе. Продолжение следует.